я знаешь как вижу я же вижу что для каждого ну там разные стратегии да и я когда взаимодействую мне на уровне энергии просто понятно как чуть типа чем предложить человеку условно в его случае со всей входящей информации если он и мне ее в целостности предоставляет поскольку ты ну как бы ничего не скрываешь ты открываешься ты говоришь страшно я бы то есть у меня есть самая важная информация которыми в целом нужно чтобы понять что делать и вот как я вижу да что у меня есть возможность видимо в этот страх идти а у тебя он видим очень сильный и возможно тебе нужно просто рядом с кем-то кто мог быть рядом с кем-то в действии кто поможет тебе этот страх расширить то есть быть рядом с кем-то у кого есть щит от этих страхов и чтобы твои страхи внутри той деятельности которая страшно совершать ударялись не об тебя а об щит этого человека который знает то есть условно это мне знаешь на чего напоминает что ну например представляешь ребенок например боится леса а ты знаешь что лес это прекрасно а он смотрит не на лес не на свой опыт леса в котором ему хорошо а на свои представления о том чем это может быть вот по сути что такое страх и когда например папа там или мама или знакомый тебя берут а ты боишься капец леса ты начал ты через доверие говоришь что я отдаю как бы свой страх тебе а ты говоришь что он не актуален и ты знаешь больше поэтому я тебе доверяю и мы идем и ты меня прикрываешь от того чтобы я не печатался то есть тоже мой страх бы остановил меня туда войти а тут как бы ты говоришь что я там был я тебе стой с того берега могу сказать что там не страшно плыть туда плыть туда не страшно и оказывается там не страшно по сути страх это всегда страх неопределенности на неопределенность бывает только у тех кто не был там где это неопределенность существует то есть страшно делать что-то что-то никогда не делал потому что не знаешь каким угодом это обернется страшно начинать бизнес если ты никогда не начинал то что не знаешь из чего он состоит их в чем основная механика и прочее но ты не знаешь и поэтому страшно как чем больше ты делаешь того что ты не знаешь тем больше ты знаешь как работает то что ты не знаешь и ты начинаешь видеть паттерны и ты понимаешь что страшного ничего нет там всегда один и тот же результат одна и та же механика и ты не то чтобы знаешь будет Просто у тебя появляется знание, что неопределенность, оно не является чем-то опасным. То есть страшно, когда не знаешь. Так вот, иди рядом с тем, кто знает, чтобы он своим присутствием и знанием шерил с тобой покой знания. Мы можем воевать друг с другом только тогда, когда мы не знаем друг друга. И благодаря незнанию, ввиду чего возникает неопределенность, возникает страх. И этот страх можно использовать как топливо для создания рознь. Они на нас нападут. Я слышал, что американцы на нас нападут, что они создают суперкрутое оружие для уничтожения русских. Представь, как вот эта информация, которая, например, подается, тогда, когда не было интернета, тогда, когда не было доступа к получению информации из первоисточника, не было знакомых в Америке, не было новостей, ничего не было. Просто с одного источника говорят, они нас хотят убить. А ты живешь в незнании этого, потому что у тебя есть только представление об этом. И вот здесь страх просто является бензином таким, знаешь, в который нужно просто искру бросить. Повод, чтобы этот страх взорвался просто. И он не даст тебе ничего делать. Так вот, мне кажется, что поскольку у тебя такие отношения со страхом, тебе нужно найти кого-то рядом, у кого есть достаточно знания о той неопределенности, которой ты боишься. Чтобы он провел тебя туда и показал, что там нечего бояться. Я в этом отношении вижу в этой роли здесь себя, потому что вот я, знаешь, помнишь, я тебе рассказывал, что есть вот эта вот чуйка у меня такая относительно перспективы. То есть я вижу развитие, я вижу тенденцию, короче, как она разворачивается. Я в целом как бы вижу, как будто бы весь твой путь, откуда ты идешь, что ты проживаешь, к чему ты придешь, как это будет, и мне как будто бы естественным образом хочется его ускорить, потому что я тупо знаю, как он будет, и типа, зачем тебе время-то терять, вот же, я же знаю, как это делать. Но я понимаю, что твой процесс – это твой процесс. Когда тебе нужна будет помощь, ты сам ее попросишь, потому что сам процесс принятия, что тебе не нужна помощь, и обретение смелости против страха ее попросить, это же тоже часть процесса работы со страхом. Тебе что-то страшное делать, но тебе еще страшнее попросить помощи о том, чтобы тебе помогли. Или просто еще страшнее признаться, что у тебя есть это. То есть там столько слоев этих страхов. Так вот я тебе говорю точно, что в моменты, когда тебе что-то страшное, это только говорит лишь о том, оно не говорит о том, что там есть чего бояться. Это значит, что ты там просто не был, ты не знаешь, как это будет, и вот эта неопределенность тебя пугает. Но если ты там не был, не означает, что там не был кто-то другой. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я в этом состоянии находился, когда мы с тобой тусовались на поляне. Вот тот процесс, в который я нырнул тогда, он сопровождался вот тем, что ты проживаешь сейчас. Вот то, что ты им вот сейчас описываешь, я прям вот чувствую, о чем ты говоришь. Потому что мне это суперзнакомо. Я понимаю, прям что ты испытываешь, и я прям знаю, как этот страх испытывается. Типа, что они скажут? Потому что у меня не было опыта, знания, что что бы я ни сказал, говоря из себя, это будет воспринято на ура. И благодаря этому меня найдут те, кому я нужен. Вот это ты не... Как будто вот эту штуку, ее невозможно, знаешь, засунуть в голову. Но ее можно внутри своей головы как будто бы распаковать. Потому что там зерно есть. Ему нужно просто создать условия. А эти условия, это как раз то, про что я тебе говорю. Это типа быть с кем-то, кто говорит, да, тебе страшно, но просто мне доверься, и я там был, и я тебе отвечаю, там нет ничего страшного. Я тебе говорю, там нет ничего страшного. Смотри на свой страх, не как на реальность, а смотри на него, как на ментальную проекцию. Потому что интенсивность страха, воздействующего на тебя, то есть интенсивность этого воздействия, точнее, страха на тебя, напрямую связана с тем, насколько сильно ты думаешь и веришь в то, что это реальность. А это зависит от твоей способности разделять, отделять себя от содержания своего ментального пространства. То есть не отождествляться с контентным содержанием своих собственных мыслей. Страх — это мысль. Это то, о чем я говорю в своем курсе «Погружение в страх». Страх — это мысль. Он состоит из нескольких слоев. Его можно начать увидеть. Страх очень похож в самом начале развития отношений, установления новых отношений со страхом «Все это напоминает». Знаешь, есть маленькие кокосики. Такие маленькие кокосики, и у них есть... И у них есть... Как называется эта штука? Мякоть. Вот, мякоть. А внутри мякоти есть молоко. Так вот, вот эта мякоть, она, когда кокос молодой, очень плотно прилегает к стенкам кокоса, таким образом, что ее приходится отодирать, а тут ножом есть только что-то съесть. Но, бро, если ты начнешь сушить кокос, сначала там молочко высохнет, а затем начнет сохнуть вот эта вот штука, вот эта мякоть, и она начнет естественным образом отлипать от стенок, и она начнет быть внутри. Кокоса. Болтаться там в нем, такая и сушеная вся, и такая, и съежившаяся, скукожившаяся, как изюм. Так вот, работа со страхом напрямую, это вот прям метафора работы со страхом. Изначально ты прилипший с ним. Когда он появляется, когда эти мысли появляются, ты не способен как будто отделить тебя от них и увидеть, что эта мысль, настолько она интенсивная. По мере работы с тем, кто видит это, ты начинаешь как будто сон настраивать с подобным видением, и ты шерешь эту способность видеть так, потом тот, кто тебе помогает, в данном случае, это в этом контексте, это в этом курсе, это я, я даю новую призму, которую люди просто начинают чекать. И они сквозь нее с разной скоростью, со своими темпами, со своими интересными приключениями начинают ее адаптировать. в какой-то момент у всех, кто работает, происходит ага момент, типа, ааа, так это не я, аа, так можно не реагировать, аа, так оно просто есть, аа, так оно просто во мне. И вот благодаря вот этому начинается отлипание этого страха и разобуславливание, разобуславливание с ним. Ты просто видишь его как мысль, как что-то, что болтается внутри тебя, но с тобой не слеплено, как высохшая мякоть, которая теперь по-прежнему там болтается, но со временем все суше и суше, суше и суше. Это не значит, что страха никогда не будет, потому что по мере того, как ты погружаешься, ты обнаруживаешь новые области, где страшно. Но это то, как эта работа происходит.